Всем большой привет! После вчерашнего поста о пожарах в Турции, большого количества комментариев, которые мы получили и под самим постом, и лично в мессенджер, и в инстаграме. Поэтому, наверное, все-таки нужно снять видео для того, чтобы сделать несколько, может быть, замечаний или напоминаний нашим подписчикам, независимо от того, где они проживают. Какая повестка интересует наши группы, над чем мы думаем, потому что очень сложно понять, особенно в последнее время мы делаем очень мало лайфов, в связи с тем, что у нас сейчас лето, мы не хотим говорить о негативе. Но я думаю, что сегодня нужно записать это видео для того, чтобы наши подписчики лучше понимали, чем мы дышим, о чем мы думаем, что нас интересует и что является нашей главной повесткой. Первое. Я как раз делаю это видео в первую очередь для тех, кто с утра до вечера следит за событиями в Турции, право каждого следить за событиями в той или иной стране, право каждого думать так, как он думает, чувствовать, как он чувствует. Тем более, что я очень хорошо понимаю чувство тех людей, которые видят зверства со стороны азербайджанских солдат. Последний инцидент, когда погибло трое наших героев. Последний инцидент, когда азербайджанская сторона посадила на 15 лет ребят, которые занимались благотворительностью. Речь идет о Георгии Суджане и его товарища. Я считаю, что это действительно просто невероятно безбожный поступок. То есть нельзя сажать блогера и благотворителя на 15 лет, не думая, что в Азербайджане нет более серьезных преступников, чем вот эти два парня. И история, когда буквально 10 дней тому назад целый почти взвод азербайджанских солдат избил больного парня возле села Мачкалашин. Когда мы все это видим, я понимаю, что нас переполняет злость, возмущение, обида. И это все очень плохо для азербайджанской стороны. И очень плохо, что Министерство обороны Азербайджана ни одним словом не осудило избиение больного мирного жителя в Арцахе. Очень жаль, что все это происходит. И я вас очень хорошо понимаю. Но 4 дня заваливать свои ленты информации из Турции, где что горит. И более того, я вижу, что те наши подписчики, которые радуются пожарам в Турции, начали нападать на тех людей, и в том числе тех блогеров, которые не пишут ничего про это. Не пишут потому, что им это просто-напросто неинтересно. Вот мне интересна другая повестка. И те мои подписчики, которые у меня есть и психопаты, которые пишут, что раз Рома не радуется пожарам в Турции, значит он турецкий агент. Вот есть такие психопатки тоже. Ну, в принципе, это хорошо, когда в жизни есть и хорошие люди, и плохие, и дружащие с головой, и недружащие. И те, у кого все в порядке с мышлением, и те, у кого есть такое заболевание, наверное, вы не знаете, называется климакс мозга. Есть у нас такие подписчики. Правда, в ереванских аптеках нет лекарств для лечения климакса мозга, но такие подписчики есть. И вот для тех подписчиков, у которых климакс мозга, и они 4 дня забыли вообще, а может быть даже давно забыли про то, что является для нас важным, я делаю это видео. Первое. Что нас интересует? Нас интересует вопрос, который стоит сейчас перед нами очень остро. Это армянская армия. Несмотря на то, что есть работа, есть изменения, это нельзя исключать. Да, это действительно происходит. Но я вернусь к заявлению Самвела Бабаяна, который сказал, что армянской армии нужно в срочном порядке сокращать количество генералов. То есть нет такой страны в мире, как Армения, где такое безобразное количество генералов на такое количество солдат. Я хочу напомнить, что мы очень много писали и делали в том числе публикации, которые касаются армянской армии. И Самвел Бабаян совершенно прав, что такого количества генералов просто не может быть в одной стране. Сейчас, спустя 10 месяцев после окончания войны и подписания соглашения, не нужно думать, что все устаканилось, успокоилось. То есть каждый день, каждый час он бесценен, и его нужно использовать с умом. Что вы будете делать с теми арцавскими и армянскими генералами в Армении, которые сегодня ассоциируются с ресторанами, с объектами, с машинами, с любовницами. Но эти генералы не ассоциируются с храбростью, доблестью. Что вы будете делать? Эти генералы продолжают получать зарплату генерала, и их полным-полно в армии. Второе. Самвел Бабаян абсолютно прав, что армянские солдаты не должны служить два года. Они должны служить один год. И те деньги, которые высвобождаются, то есть те деньги, которые не нужно платить за второй год службы, нужно платить контрактникам, людям, которые от природы готовы служить, воевать и бороться. То есть каждый должен понимать, что собирать, в том числе больных детей, одевать их в военную форму, и говорить, что у нас вот есть армия, у нас есть столько солдат, это очень-очень плохо. Мы помним, как это происходило во времена Сейрана у Ганяна, когда всех больных... Сейчас их, конечно, поменьше, сейчас это строже, но и тем не менее. Не нужно всех парней, в том числе тех, которые не имеют никакого отношения к армии, тащить, оплачивать, просто так. Третье. Сейчас стоит острый вопрос, как бороться с воровскими понятиями в армянской армии. Напомню, что поставщиками воровских понятий, по сути, в армянской армии являются город Гюмри, город Эчмиадин, именно они в большем количестве поставляют в вооруженные силы вот эти воровские понятия. Нужно думать, что делать молодежи в Гюмри и Эчмиадине, откуда большей частью поступают вот эти воровские понятия в ряды вооруженных сил Армении. Вот это большая проблема, потому что, мы помним, несколько дней тому назад, целых два дня руководство Арцаха, армия обороны Арцаха, скрывали факт пропажи солдата на севере Арцаха. В конечном итоге его нашли достаточно далеко от дислокации воинской части, с оторванной кистью, с разорванной брюшной полостью. По варианту он взорвал гранату, однако нет никаких сомнений, что безобразные издевательства в Арцахе привели к тому, что Арцах, солдат вышел из воинской части и сам себя взорвал. То есть мы узнаем только тогда ОЧП, когда человека уже нет в живых. Потому что в самих воинских частях, в первую очередь и Арцаха, и Тавушской области, и Ванадзора, когда у нас происходит бесчинство, издевательство, и судя по всему, часть офицерского состава является бесчеловечными, они сами не против этих издевательств. Вот мы должны думать об этом, и наши ленты мы должны заваливать обсуждениями вот этого серьезного вопроса, потому что люди с воровскими понятиями, люди, которые политизированы, в том же числе Арцахи, доводят солдат до самоубийства. Или сами убивают, это сложно понять и сложно точно видеть. Ну, собственно говоря, по поводу Самвела Бабаэна, хочу напомнить, что во времена Самвела Бабаэна армянские солдаты не голодали в конце 90-х годов, во время Самвела Бабаэна не было такого голода, который был после него, и, несомненно, Самвел Бабаэн очень мешал и Аркадию Гукасяну, и Бакоса Акиану. Вот. Поэтому они его оттуда и убрали. Хочу в продолжении этой темы сказать, что еще одна тема, которая является в нашей повестке важной, это вопрос производства оружия. И каждый из нас должен задуматься, а почему при Сейране Уганяне, при Вигене, при всех министрах обороны, почему не ставился вопрос, что мы должны сами производить оружие? Почему Армения все время закупала хлам в России, в СНГ, я не знаю, в Европе, да? Почему никогда не ставился вопрос, что столько есть талантливых, умных армян? Почему сами не производите оружие? Потому что эти люди хотели и хотят отмывать деньги. И именно поэтому они могут себе позволить построить особняк в Огни, особняк на Севане. Может быть, потому что вот эта схема самая выгодная, да, закупок оружия, на которой можно срубить бабла, как бы, да, и левак заработать. И вот это большая трагедия, что на дворе 2021 год, а мы, по сути, ни черта не производим. Я уже 5 или 7 лет вижу кадры, что мы начали выпускать вот это, начали выпускать вот это, но все это оказалось жалким фуфлом, да, и враньем. Потому что в действительности все практически закупалось. И в конечном итоге мы помним, во время 44-го дневной войны большая часть оружия не стреляло. То есть министра обороны закупают оружие, которое не проверяют на качество. Министр обороны и начальник штаба Оник Гаспарян понятия не имел, что большая часть его оружия хлам, не стреляет, да. А сегодня помощник Оника Гаспаряну угрожает расправой блогеру из Европы Эдвину. И вот Эдвин тоже, наверное, будет смотреть мое это видео. Эдвин, ты абсолютно прав, так же, как и Алина Махсудян, да, что это и есть уровень генерального штаба Армении, когда Владимир, помощник Оника, вот такими похабными словами, да, угрожает блогеру из Европы. Очень жаль всех погибших парней, которые подчинялись Онику Гаспаряну. Оник Гаспарян, который в начале марта потребовал отставки премьер-министра Никола Пашняна. Оник Гаспарян, который нарушил все мыслимые и немыслимые правила, потому что когда Оник Гаспарян требует отставки премьер-министра, он нарушает конституцию республики Армения. И каждый армянин, и каждая армянка сегодня должны задать вопрос. Оник Гаспарян, который не уважает конституцию республики Армения. Уважал ли он устав вооруженных сил республики Армения? Я думаю, что ответ очевиден. И этот ответ нет, не уважал. Вот можете представить Оника Гаспаряна, да, которому подчиняются воинские части, командиры полков. Оник, который плевать хотел на конституцию Армении. Какой бардак у него был к началу войны в воинских частях. Где точно так же командиры корпусов, командиры полков плевать хотели на устав республики Армения, устав вооруженных сил республики Армения. И Оник Гаспарян 44 дня руководил парнями, которые верили в победу и не знали, что в генеральном штабе у нас сидит маленького роста мужик с глазами хитрой лисы. Потому что Оник Гаспарян тоже должен посмотреть мое видео. Вам нравится ваш помощник, который угрожает убийством, расправой? Вот недавно был убит азербайджанский блогер в Тбилиси. Их, кстати, очень часто убивают. А вы, господин Оник Гаспарян, считаете, что мы где живем? В Азербайджане, да, где нужно убивать всех блогеров. Может быть, вы позвоните своему другу, утихомирите его, потому что он позорит ваше имя. Это же ваш был советник. Двигаемся дальше. Какая у нас сегодня повестка? Наша повестка это компенсации. Напомню, что после подписания соглашения Армения выделяет огромнейшие средства Арцаху. Никогда за всю историю отношений Армении Арцах, армянский бюджет не высылал Арцахцам и Арцаху таких громадных сумм денег. То есть Арцахцы никогда не получали таких сумм, которые они сейчас получают. Многие, кто потеряли, например, дома, они получают просто астрономические суммы. Хорошо. Если помните, в январе, феврале, декабре было очень много информации от гемпрокуратуры Арцаха, что арестован вот этот человек. Найдены фальшивые списки мертвых душ в Мартакерском районе, Шушинском, Аскеранском. Далее резко эта информация пропала. Вот я хочу вам сказать, что вы не думайте, что махинации в Арцахе остановились. То есть то, что сейчас гемпрокуратура Арцаха и Следственный комитет не пишут про аферистические трюки в Арцахе, это не значит, что там все стали святыми и ни копейки не воруют. Нет. Уверяю вас, что все в том же стиле, а может быть даже похуже. Просто, видимо, кто-то из Еревана Арайку Арутюняну сказал, слушай, ну просто огромное количество информации о воровстве бюджетных денег из Армении, давайте мы эти информации не будем публиковать. Поэтому Арайка Арутюняна и Арцах сегодня не публикуют информацию о махинациях с компенсациями. Но для моих подписчиков в Диаспоре и в Армении хочу вас заверить, что воровство в Арцахе процветает уродливых формах. И то, что мы об этом не пишем, не говорим, просто потому что сейчас лето, не хочется много негатива. Но так как вы очень сильно увлечены пожарами в Турции, я так понимаю, что иногда нужно напоминать, что какие у нас страшные проблемы есть, которые пока не решаются. И более того, часть компенсации в Арцахе получают люди, которых в Арцахе нет. Часть компенсации получают люди в Гадруцском районе, которые уже 25 лет уехали в Россию. Их дом уже не существует, он разваленный. И они получают компенсацию за свой дом в Гадруцском районе. То есть на самом деле они компенсацию должны получить за кусочек земли, на которой стоит разваленный дом. Но они получают компенсацию за дом, которого не было, который развалился еще в начале 90-х. И эти люди живут, получают миллионы в Ростове, в Краснодаре, в Ставрополе. И этим людям не стыдно приходить через Арцахбанк оформлять свои карты и получать компенсации из бюджета Армении. Вот об этом надо говорить. Это самая страшная повестка. Эти люди не уважают ни армян, ни Армению. Они считают, что это их деньги, они должны получить их. Они плевать хотели, что сегодня у наших солдат не хватает бронежилетов. Они плевать хотели, что некоторые ребята 10 месяцев лежат в кровати, им нужно реабилитацию делать, в том числе в Европе. Они придут, они захапают, они возьмут свои деньги. Вот это страшная проблема. И это хуже, чем пожар в Турции. Это хуже, потому что пожар в Турции вы видите на фотках, а вот этих аферистов, которые не живут в Гадруйском районе, не живут в Шуши и получают по-хамски эти деньги из бюджета Армении, вы их не видите. Понимаете? И да, они разворовывают деньги. В Арсавбанке есть такие хитрые лисички, которые оформляют эти карты по-дружески. Тетя Маретия, тетя Орлетия. Все это делается там очень-очень четко. Дальше. Еще одна наша повестка. Повестка очень короткая. То, что мы вместе с вами лицезреем, как налоги Республики Армения теперь уходят на зарплату Сейрана Уганяна. Теперь жители Армении будут платить налоги, а Сейран Уганян будет ввести свою жену Рузану на эти налоги в ереванские рестораны. У Сейрана Уганяна, вы знаете, и особняк в Агни, и поместье в Севане, и квартиры, и все, что хочешь. Но сегодня в парламенте сидит не Левон Ширинян, а Сейран Уганян. Сейран Уганян, который, фотки есть в Яндексе, с семьями погибших через калитку госучреждений разговаривал. Вот такого человека часть Армении выбрала в парламент. Дальше. Конечно, нужно обратить внимание на проблемы с дорогами. У нас очень много людей погибает на дорогах. Это армяне, которые садятся за руль и которые не умеют везти. И это хуже, чем пожар в Турции. Я открою секрет жителям Армении. Просто об этом мы не публиковали как блогеры. В день вартовара было безобразное количество аварий. Все больницы Армении практически были заполнены парнями и девушками, которые попали в аварию, потому что пьяные наши соотечественники садились за руль. Вы не представляете, что творилось в ереванских больницах в день вартовара. Сколько людей с переломами, сколько погибших было. Молодых парней, которые умерли в день вартовара. И это хуже пожара в Турции. И сегодня мы должны этим заниматься. Что делать, чтобы было меньше аварий? Потому что государство уже сделало несколько шагов. Это бальная система. Это убрали людей, которые брали взятки, задерживали где попало людей. И так далее и тому подобное. Но необходима социальная реклама. Человек каждый должен ехать по дороге и видеть, что когда ты превышаешь скорость, когда ты садишься за руль пьяным, ты убиваешь другого армянина. Ты убиваешь другого гражданина республики Армения. Вот это пожар на всех дорогах Армении. Вот о чем мы должны писать и говорить. Своё время тратить на это. Дальше. Конечно же, ещё одна проблема, о которой я скажу. И на этом, я думаю, моё видео я завершу. Это отсутствие социальной рекламы. Мы должны понять, что вот то, что мы делаем, да, покупаем армянские продукты в диаспоре, в самой Армении. Это большой плюс. Но это нужно увеличивать. Мы должны увеличить и линейку армянских продуктов на полках магазинов и количество закупаемых армянских продуктов. А как это сделать? Это сделать можно благодаря социальной рекламе, постам в Фейсбуке. То есть наши страницы в Фейсбуке и Инстаграме должны работать на эти цели. А мы, посмотри, я её уже в начале видео сказал, что мы в ответ на зло, которое причиняется в наш адрес, мы либо выливаем зло на тех, кто нас обижает. А почему вы не думаете, что Бог сам разберётся с каждым, кто причиняет нам или кому бы то ни было зло, независимости от национальности? Почему вы так думаете? Я так не думаю. Пусть сам Бог разберётся с каждым. Не надо нам быть исполнительными. И последняя фраза. Сегодня и вчера загружали все видео про то, что тает ледник на горе Арарат. Я хочу напомнить моим подписчикам, которые радуются катастрофе на горе Арарат, нашим армянам, что гора Арарат является символом армянского народа, Армении. Гора Арарат всегда была на территории Армянского Нагоря, и там она и остаётся. Это не территория Турции, Армении или какой-либо другой страны. Это территория Господа Бога. И Арарат для нас символ. И то, что там тает ледник впервые за всю историю планеты. Это трагедия не для Турции. Это трагедия для всех нас. Так же, как и пожары в Турции, к сожалению, не забывайте, что спустя 10 месяцев после войны армяне России и армяне Грузии загорают на Анталийском побережье. И когда вы радуетесь пожаром в Анталии, если можно, помолитесь за наших армян и армянок, которые свои жопы греют сейчас в Анталии, как бы этот пожар не сжёг их задницы тоже, потому что они забыли, как азербайджанцы и турецкие войска убивали армянских солдат, они продолжают веселиться в банкетных комплексах Москвы азербайджанских и греть, как я сказал, свои задницы на турецких курортах. Вот если вы радуетесь пожару в лесах, задумайтесь, вдруг хвостик этого огня подождёт румяные задницы наших соотечественников.